Господь, мы благодарим Тебя за это утро. Мы благодарим Тебя за этот новый день, за эту возможность нам быть в Доме Твоем. Благодарим Тебя, Господи, что можем славить Имя Твое Святое, поклоняться Тебе. Благодарим, Господи, что можем воздевать Свои руки к небесам, потому что Ты очистил, очистил нас, Господь, от всякого греха, от всякой неправды. Ты назвал нас Своими детьми, Господь, и мы можем входить в Святое Святых, мы можем поклоняться Тебе. Спасибо, Иисус, за Твою жертву, спасибо за Голгофу, за крест, за все, что Ты претерпел ради нас, Господь. И сегодня мы здесь, Господь, чтобы снова и снова чтить Тебя, как нашего Царя, как нашего Господа, как воскресшего Аганца Божьего, который даровал нам жизнь вечную. Спасибо, Иисус, спасибо Тебе, наш любящий, Ава-Отче. Мы взываем Тебя в это утро и благодарим. Из наших сердец, из наших уст, Господь, пусть всегда льется хвала Тебе. Боже, мы благодарны Тебе за все. Мы молимся о Твоем благоволении, Господь. Мы молимся о том, чтобы Ты, Господь, прикасался к нашим сердцам. Сегодня мы здесь, чтобы снова приближаться к Тебе. Мы здесь, чтобы нам, Господи, слышать Твой голос, исполнять Твои повеления. Чтобы нам изменяться и преображаться в Твой чудный святой образ. Благодарим Тебя, Господь, за эту особенную благодать и милость, которой Ты являешься к нам с раннего утра. Боже, мы единодушно вместе молимся, ходатайствуем за все нужды. За все нужды в этих корзинах мы молимся и благословляем. Благословляем каждую нужду в чате тех людей, которые пишут нам, обращаются. Молят о помощи, о поддержке, Господь. Мы просим, благослови, пошли в свой ответ. Ты видишь, что от Тебя ничего не сокрыто. Это всякая нужда пред Тобой, Господь. Мы просим, приди в жизнь каждого, Господь, кто нуждается. Прикоснись к больным, прикоснись к тем, кто переживает сложные обстоятельства в жизни, кто переживает боль, страдания, Господь, Боже. Иви свою славу, иви свое могущество. Пусть чудо исцеления придет, Господь, в каждую жизнь во имя Иисуса Христа. Мы молимся, чтобы всякая боль умолкла, прекратилась. Чтобы всякая болезнь ушла прочь во имя Иисуса. Чтобы всякий диагноз, он исчез, изменился на исцеление, на выздоровление во имя Иисуса Христа. Боже, Ты наш Целитель, Ты наш Господь. И мы уповаем на Тебя. Мы не хотим полагаться на таблетки, на врачей. Не хотим полагаться, Господи Боже, на какие-то чудодейственные средства. Но мы хотим полагаться на Тебя прежде всего, Господь. Прежде всего доверять Тебе наши жизни, наше здоровье, наше будущее, наше настоящее. Мы молимся об этом, Господь. Боже, прикасайся к народу Своему. Прикасайся к каждому, кто, Господи, взывает к Тебе во имя Иисуса Христа. Боже, тех, кто прикован в постели, подними, восстанови. Тех, кто в коме, Господь. Тех, кто в тяжелых, Господь, ситуациях жизненных. Боже, приди, Свой свет пролей в их жизни во имя Иисуса. Слава, слава, слава Тебе. Боже, благодарим, благодарим Тебя, что Тебе есть дело до каждого, Господь. Ты не проходишь мимо, Господь, но Ты обращаешь Свой взор на тех, кто нуждается. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь, за каждый ответ, за каждое решение. Спасибо Тебе за Твое обеспечение божественное. Что Ты, Господи, являешь Свою славу, являешь Свои чудеса в наших жизнях. Благодарим Тебя. Мы также молимся и благословляем эти жертвы. Благословляем каждого, кто пришел в Дом Твой, не с пустыми руками, кто чтит Тебя, Господь. От всех начатков Своих прибытков. Спасибо Тебе, Господь, за каждого, кто верен в десятинах. За каждого, кто, Боже, сверхдесятин служит Тебе, чтит Тебя. Спасибо Тебе, Господь, за эти добрые семена, которые мы можем сеять в благоприятную почву. Царство Твоего, Боже. Мы отпускаем Свой хлеб по водам, и мы знаем, Господи, что законы, сеянные из жатвы, они сегодня работают. И каждое семя принесет плод, обильный, благословенный, не только в нашей жизни, но в жизни многих людей, которые еще Тебя не знают, которые нуждаются в Тебе. И мы молимся, помоги нам, Церкви Божьей, через добрые дела достигать этот мир. Помоги покрывать нужды, расходы, Господь, снаряжать команды, посылать миссионеров, открывать новые служения, открывать новые церкви. Мы молимся об этом, Господь. Боже, мы хотим, Господь, богатеть на всякое доброе дело. Мы хотим, Господи, расширять пределы Царства Божьего. И мы молимся и благословляем, Господь. Эти средства, которыми мы можем, Господь, жертвовать. Спасибо Тебе, Иисус. Ты наш обеспечитель, Ты добрый даятель. Все, что мы имеем в наших жизнях, Господь, мы имеем от Тебя. И мы чтим Тебя в этот воскресный день. Мы поклоняемся Тебе, мы превозносим Тебя, великий Бог. Господь, мы также молимся и благословляем наших детей, наше наследие. Благослови каждого сына, каждую дочь. Благослови, Господь, чтобы наши дети росли в здравии, в благополучии. И самое главное, чтобы они знали Тебя лично. Чтобы наши дети, Господь, ходили путями Твоими, служили Тебе, Господь. И совершили много великих дел для славы Божьей. Мы молимся об этом. Мы благословляем, Господь. Наследие наше. Мы молимся, чтобы Твое благословение усиливалось, Господь. Во всех последующих поколениях, Господь, Твоя благодать была еще больше. Мы молимся и благодарим за детей наших, которых Ты нам подарил. Слава Тебе и хвала. Благослови эту возможность, Господь, быть вместе с нашими детьми в собрании, в Доме Божьем, в Твоем святом присутствии. И да будет Твое благоволение на наших семьях и домах, мы благодарим Тебя, наш Великий Бог, наш Небесный Отец. Да будешь Ты прославлен и превознесен, Царь, Царей и Бог Богов во имя Иисуса Христа. И все доскажут Аминь. Аллилуйя. Церковь Божия, давайте мы воздадим славу тому, кто достоин. Аллилуйя. Царю, Царей, Господу, Господь. Я всех вас приветствую, всех, кто в Доме Божьем, приветствую тех, кто с нами онлайн. Слава Богу. Пожалуйста, можете кого-то поприветствовать рядом, просто улыбнуться, помахать рукой, что-то сказать. Пожалуйста, присаживайтесь. Хорошо нам быть в Доме Божьем, хорошо быть в Его святом присутствии. Аминь. Слава Богу. Дорогие, у нас уже прошла неделя общецерковного, общероссийского поста, пост Даниила, как он называется. И впереди еще две недели. И вы знаете, всю эту неделю мы собирались вместе, мы молились каждый вечер в Доме Божьем, молились онлайн в 19.00 по первскому времени. И я хотел бы просто поблагодарить всех тех, кто присоединяется к этой молитве, кто участвует в этой молитве. Потому что я верю, что, знаете, Господь нечто имеет особенное для народа своего. Он имеет нечто особенное для церкви. Для церкви, которая предназначена Богом, чтобы светить, чтобы возвещать, чтобы нести Евангелие в этот мир. Аминь. Вы знаете, это основное предназначение церкви. И сегодня я хотел бы с вами поразмышлять, порассуждать на тему поста, на тему, какой пост избирает Господь. Вы знаете, это очень важно, потому что уже не первый год мы делаем это важное действие, этот пост совершаем все вместе. И, знаете, наверное, очень важно, чтобы это не стало какой-то обрядностью для нас, чтобы это не стало какой-то, знаете, религиозной привычкой, чтобы это не стало просто, может быть, каким-то очередным, вы знаете, даже личностным таким, каким-то, знаете, желанием внутри нас. Чисто вот для себя, что-то доказать себе, может быть, что-то доказать другим, что-то показать. Потому что я верю, что Господь смотрит иначе на это время, на это время поста и молитвы. Аминь. Я хотел бы начать со слов пророка Исаии. Вы знаете, интересно, что пост — это очень древний инструмент. Пост — это очень древний инструмент, который Бог предназначил для людей, для народа Божьего. Предназначил этот инструмент, чтобы мы, как люди, могли его использовать. Этот инструмент для особых целей. Вы знаете, если вы читаете Библию, если мы читаем с вами Библию, мы видим, что народ Божий прибегал к посту, прибегал к посту и молитве. И в этом было определенное важное значение действия через пост и молитву. Бог совершал свои чудеса, Бог совершал работу Божьей в народе Божьем. И я хотел бы сегодня посмотреть и прочитать. Однажды Бог бросает вызов через пророка Исаию. Вы знаете, несмотря на то, что Исаия жил давно, несколько тысяч лет назад, но уже в то время происходит нечто. Народ Божий привыкает к посту и уже руководствуется не тем, что ожидает Господь, а руководствуется уже какими-то своими, знаете, пережитками, каким-то своим опытом. Руководствуется тем, что кажется правильным, как поститься, как молиться. И вот тогда Бог через пророка, Он бросает вызов. И Он обличает людей, Он обличает народ Божий. И давайте мы прочитаем Исаию, 58 глава. И давайте мы прочитаем с первого стиха. «Взывай громко, не удерживайся, возвысь голос твой подобно трубе и укажи народу моему на беззаконие его и дому Яковлеву на грехи его. Они каждый день ищут Меня и хотят знать пути Мои, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего. Они вопрошают Меня о судах правды, желают приближения к Богу. Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь. Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот вы поститесь для ссор и распри и для того, чтобы дерзкую рукою бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Таков ли тот пост, который я избрал, день, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и постевает под себя рубище и пепел. Это ли назовешь постом и днем угодным Господу? Вот пост, который я избрал. «Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо, раздели с голодным хлеб твой и скитающихся бедных веди в дом. Когда увидишь нагово, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит, воззапиешь, и Он скажет, «Вот я! Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, и отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца, тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет, как полдень. И будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою, и уточнять кости твои, и ты будешь, как напоенный водою сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают. И застроятся потомками твоими пустыни вековые, ты восстановишь основание многих поколений, и будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения». Вы знаете, я остановлюсь на этом. Очень важные, очень ободряющие, взбодряющие слова, отрезляющие слова пророка, который, вы знаете, обличает народ Божий, обличает. Он вызывает его к некому, знаете, отрезлению. Бог говорит, что вы поститесь, вы молитесь, но как вы поступаете? Что вы ищете? И он говорит, вы ищете ваши желания, вашу волю. Но давайте мы посмотрим, какие требования Бог выдвигает, какие требования Бог выдвигает для того поста, который угоден Ему. Вы знаете, если подвести, наверное, такую общую черту, и мы читали с вами с 6 стиха, мы видим с вами очень четкие требования Божьи к посту. Вы знаете, если подвести черту и попытаться несколькими словами выразить вот общее требование, вы знаете, что я вижу? Общие требования поста, которые Бог выдвигает, это отношение. Это отношение между людьми. Это не просто какой-то внутренний духовный рост. Это не просто какие-то новые планки, которые мы ставим для себя. Это не просто, может быть, какое-то, знаете, какое-то наше внутреннее удовлетворение того, что мы делаем. Но прежде всего, друзья мои, обращаем внимание на те требования, которые Господь выдвигает к своему народу. Он говорит об отношениях между людьми. И вы знаете, когда мы читаем с вами результат поста, который ожидает от нас Господь, мы видим с вами, что Бог говорит, если ты будешь все это соблюдать, если ты будешь все это делать, ты будешь восстановителем. Ты будешь восстановителем чего? Восстановителем развалин, восстановителем отношений. Ты будешь тем, кто будет влиять. Вы знаете, друзья мои, изначально Бог, создавая человека, Он создавал определенное общество. Сегодня мы с вами сталкиваемся с обществом. Мы, как верующие люди, мы можем уверенно сказать, что у нас есть, у нас существует свое общество, христианское общество. Мы, как граждане своего государства, мы также живем в определенном обществе. Мы с вами, наверное, видели разные общества, которые нам предлагали. Вы знаете, я помню то общество, которое пропагандировалось долгое время в нашей стране. Это общество также имело определенные стандарты, определенные рамки. Коммунизм, который распространялся не только в нашей стране, но и по многим странам мира. Мы знаем с вами определенные критерии, которые выдвигались этим обществом. И вы знаете, всегда, друзья мои, в любом обществе, любое общество, оно строится на отношениях. Вы согласитесь со мной? Любое общество строится на отношениях, потому что общество подразумевает в себе людей, их внутреннюю жизнь, их отношения между собой. И, наверное, многие из нас, мы помним разные лозунги, мы помним, что всем равные условия, всем там одинаковые, знаете, квартиры, там всем по достатку, всем там, знаете, разные лозунги мы с вами помним. Светлое будущее. Но на самом деле, друзья мои, вы знаете, когда есть общество, то отношения в этом обществе определяют культуру. В каждом обществе есть своя культура. Что это такое? Это поведение. Это поведение людей. Вы знаете, есть лозунги, которые пропагандируются, но формируют общество не лозунги, формируют общество не какие-то девизы громкие, не какие-то громкие высказывания. Общество формирует культура, которая внутри. То есть отношения между людьми, их поведение. И вы знаете, друзья мои, результат того, что то или иное общество сегодня перестало существовать, это результат поведения. Когда лозунг говорит одно, а поведение другое, это общество не имеет будущего. Оно рано или поздно развалится. Вы знаете, за историю человечества, наверное, мы с вами сталкивались с разными культурами. Мы знакомы с вами из истории с разными культурами. С высокой культурой, как нам иногда говорят, может быть, допустим, культура племени Майя, говорят, что это было такое высокоразвитое племя, культура, но оно исчезло с лица земли. Оно исчезло однажды. Ничего не осталось. Мы знаем с вами о разных империях, мы знаем с вами о разных сильных цивилизациях, государствах, которые существовали, но они однажды исчезли, были стерты с лица земли. Города, которые были испепелены, которые были погребены под толщей земли сегодня находятся, может быть, где-то на дне океанов. И вы знаете, кто-то скажет, это природа, это стихии, но я хочу сказать вам, на самом деле это результат поведения, это результат той культуры, которая существовала в этом обществе. Почему я говорю сегодня, я не хотел бы сегодня, друзья мои, обращаться к какой-то культуре, существующей на этой земле, к какому-то обществу, но я хотел бы обратить внимание, друзья мои, на то, к чему мы призваны, к чему нас Господь однажды призвал. Я хотел поговорить сегодня, друзья мои, об обществе христианском. Это, наверное, из истории, друзья мои, и из того, что мы с вами знаем, это, наверное, одно из сильнейших, одно из единственных обществ, культур, которое и имеет будущее. Если мы с вами будем строить по библейским принципам наши отношения, если мы с вами будем придерживаться того, что Бог выдвигает те требования, которые Он выдвигает для нас, как для народа своего, друзья мои, наше общество, наша культура, она будет существовать. Она будет иметь право на долгое существование. И, глядя в Слово Божие, я могу сказать, даже на вечное существование. Это Бог заложил в христианство, это Бог заложил в отношения. Опять же, я скажу, если мы с вами будем придерживаться тех критериев, которые Бог выдвигает. Вы знаете, глядя на историю, мы с вами понимаем, что в христианстве были пробелы, в христианстве были такие времена темные, когда люди уклонялись от того, что говорил Бог, что требовал Бог, и они пытались внести свои корректировки. Насильное крещение, сжигание людей, инакомыслящих, инаковерующих, тех, которые не подходили под стандарты, построенные уже людьми. Мы знаем с вами эти черные пятна. Но причина, друзья мои, в том, о чем говорит Господь. Вы выполняли свои желания, но я требую другого. Давайте мы посмотрим с вами, чего ожидает Господь. Мы читаем 6 стиха. Разреши оковы неправды. Друзья мои, когда мы постимся и молимся, стремимся ли мы изменить в себе что-то, что будет влиять на отношения, сегодня очень часто разговаривая с многими верующими людьми, знаете, рассуждая о посте, мы спрашиваем, а от чего ты постишься? Знаете, мы уже выработали некую методику, как нам поститься. И кто-то говорит, я пощусь там от интернета, кто-то говорит, я пощусь от сладкого, я пощусь там от мяса, я пощусь от того, от другого. И знаете, мы как бы так для себя уже нарисовали такую вот картину. Да, мне нужно вот от этого избавиться. И вы знаете, я не хочу сказать, что это плохо, но я хочу сказать, друзья мои, это мало. Потому что Бог прежде всего ожидает, что мы с вами будем пытаться изменить в себе то, что влияет на отношения. И отсутствие правды или ложь, о которой говорит Господь, Он обличает свой народ, и Он говорит, да, вы выглядите религиозно, вы научились поститься, вы научились что-то в себе изменять, но главное, чего я ожидаю, это правда. Знаете, другими словами честность. Честность по отношению к кому? Вы знаете, себя мы никогда не обманем. Честность по отношению к ближнему. Я хочу привести одну историю, я не буду ее зачитывать, она хорошо нам очень известна. Это про сыновей Якова. Вы помните, они однажды замыслили, это коварное дело, это нечестное, несправедливое дело по отношению к своему младшему брату. Они продали его в рабство. Они выдвинули красивую теорию для своего отца, что их брат погиб, был растерзан зверем. Они все придумали очень красиво и хорошо. Но давайте мы продвинемся далеко вперед и вспомним то время, когда эти братья, они уже забыли, наверное, все это где-то уже в прошлом оставили, и вот однажды нужда привела их в Египет. Они предстали перед помощником фараона, они не знали, что это Иосиф, они предстали пред ним. И вы знаете, одна из фраз на обвинение, что они разведчики, они пришли выведать в земле египетской, чтобы какое-то зло сделать. Вы знаете, одна из фраз оправдательных, которые не говорят помощнику фараона, они говорят, мы люди честные. Скажите, пожалуйста, друзья мои, если бы они знали, что это Иосиф, они бы смогли сказать об этом качестве, оправдывая себя? Вы знаете, я думаю, они бы не смогли сказать, что они честные люди, потому что они понимали, что они поступили нечестно. Они понимали, что они были неправы. Но вы знаете, представить себя пред кем-то, показать, какие они, назвав самих себя, определив самих себя, это было для них легко, потому что, вы знаете, обман, к сожалению, был частью их жизни. И они говорят, мы люди честные. Друзья мои, можем ли мы сегодня дать определение для самих себя, прежде всего, посмотреть на наши отношения, оценив наши отношения с другими людьми, неважно, с верующими, неверующими, можем ли мы, честно глядя на себя, сказать, что да, я честный человек, и я не допускаю обмана в своей жизни. Вы знаете, если мы, друзья мои, с вами, понимаем, что это ценно в глазах Божьих, что Бог на это обращает особое внимание, для нас будет эта важная планка в жизни, к которой мы будем стремиться, и мы будем хотеть действительно изменить себя, и быть честными по отношению со всеми. Это то, на что Господь обращает свое внимание, Он говорит, развяжи, разреши оковы неправды. Честность, которой Господь призывает всех нас, быть честными по отношению друг к другу, по отношению к ближним, по отношению к тем, кто нас окружает. поступает. И даже, друзья мои, я хочу сказать выше, даже по отношению к тем, кто с нами поступает нечестно. То, что сделал Иосиф, вы знаете, он не перешел, он не переступил свои принципы, эти высокие стандарты, которые он исполнял в своей жизни, хотя его братья, они были в его руках, ему ничего не стоило наказать и проучить их и доказать им, что нечестность всегда будет наказана. Но, вы знаете, даже по отношению к тем, кто с ним поступил несправедливо, он остался честным. Аминь. Следующее, о чем говорит Господь, развяжи узы ярма. Вы знаете, друзья мои, ярмо это хомут, это упряжка, которая предназначена для двух. Вы знаете, в одном из выражений мы с вами читаем в Библии, что Иисус настолько нас любит, что Он вместе с нами впрягся в одно ярмо. Он вместе с нами встал в одно ярмо, чтобы нам помочь, чтобы быть всегда рядом с нами. Вы знаете, Он уподобился нам, Он спустился к нам, Он сошел к нам на наш уровень, чтобы помочь нам. И сегодня, друзья мои, мы с вами знаем, что Он всегда с нами, Он рядом. Но здесь Господь говорит о Ерме другом, о неком Ерме, в котором мы, может быть, по каким-то обстоятельствам кого-то впрягли, насильно втянули. Когда мы пытаемся манипулировать, когда мы пытаемся, знаете, обязать кого-то, преследуя личную выгоду, преследуя, может быть, какие-то личные цели, иногда мы водим их, знаете, какими-то чувствами гордости, возвышения. Мы можем, друзья мои, кого-то, как говорится, хомутать или брать под ермо насильно. И Бог говорит об этом. Это манипуляции. Это манипуляции, которые не приветствуются Словом Божьим, осуждаются Словом Божьим. Насколько важно нам, друзья мои, научиться строить наши отношения не на обязанностях, а на любви. Как часто порой бывает, наверное, в отношениях с кем-то мы говорим, ты обязан, ты должен. Ты обещал. Да, знаете, это здорово, когда мы можем давать друг другу обещания, это здорово, когда мы можем иметь такие доверительные отношения, когда мы знаем, что я могу доверять тебе, потому что ты обещал, ты согласился, ты сказал да. Но, вы знаете, друзья мои, наверное, это важно прежде всего по отношению к самим себе. Когда мы что-то обещаем, мы должны это исполнить. Но насколько важно, друзья мои, чтобы мы никогда не увлеклись этой манипуляцией, когда мы ставим людей в неудобное положение, заставляя их, говоря им или, может быть, подводя их к самому основному этому неправильному мотиву, ты обязан, ты должен. Вы знаете, я не говорю сегодня о том, что есть обязанности, это действительно важно. Обязанности в семье, обязанности нас как части семьи, обязанности на работе, обязанности, вы знаете, на самом деле обязанности это очень важно, но насколько важно, чтобы мы, как верующие люди, старались строить наши отношения прежде всего на любви, любовь, которая на самом деле побуждает людей отвечать взаимностью, аминь. Когда мы любим наших ближних, когда мы проявляем к ним наивысшие качества любви, вы знаете, я хочу сказать вам, всегда те, кто рядом, они будут стараться отвечать тем же, но когда единственные чувства, по которым мы движимы, или может быть претензии, которые есть у нас, мы выводим их к обязанностям, мы заставляем, мы напрягаем, мы манипулируем, вы знаете, Бог осуждает этого, и Он говорит, развяжи узы ерма, не манипулируй, ни к чему хорошему манипуляции не приводят, не обязывай никого, не будьте обязаны никому ничем, кроме взаимной любви, говорит нам Слово Божье, аминь, действительно, насколько важно нам научиться, братья и сестры, строить наши отношения в семьях, между мужьями, между женами, между родителями, детьми, на взаимной любви, любить, любить за то, что нам дали жизнь, любить за то, что кто-то согласился с нами идти до конца, любить за то, что просто этот человек есть рядом с тобой, но, к сожалению, иногда бывает так, мы начинаем обязывать, мы начинаем манипулировать, мы начинаем выдвигать требования, Бог говорит, развяжи узы евма, следующее, о чем говорит Господь, угнетенных отпусти на свободу, угнетенных отпусти на свободу, вы знаете, может быть, читая эти выражения, мы думаем, ну, мы никого не угнетаем, это не к нам относится, и тут конкретно написано, что некоторые знатных людей израильского народа, они угнетали своего ближнего, своих братьев, они брали их в рабство, они заставляли их работать, они забирали у них последнее, тут конкретно написано, но, знаете, друзья мои, можем ли мы угнетать друг друга, можем ли мы точно так же пренебрегать чьей-то свободой, можем, вы знаете, Библия говорит о свободе, очень важное слово, насколько важно нам научиться быть людьми и не подводить всех под определенные рамки, вы знаете, я замечал в Сибири, когда я постился, я видел человека, который не постится, или может быть, постится как-то иначе, чем я, вы знаете, такое чувство, будто внутри меня что-то негодовало, я думал, он не так ведь все делает, мне так хотелось осудить, мне так хотелось что-то сказать ему, как-то, знаете, обличить, знаете, такое желание было ярое, но вы знаете, что я понимал, и Дух Святой проговаривал ко мне, что то, что в тебе внутри это сейчас происходит, тебе надо от этого освободиться, именно для этого ты постишься, сейчас в тебе проявляется то, от чего тебе нужно освободиться, это то, чем ты пытаешься угнетать других, это то, под что ты пытаешься подводить других, знаете, мы так привыкли, что мы молимся по-своему, мы, может быть, что-то делаем по-своему, служим по-своему, и иногда бывает, мы пытаемся выдвинуть такие же требования, ожидаем от других такого же, мы пытаемся их угнетать и говорить, слушай, ты все делаешь неправильно, ты все делаешь не так, мы пытаемся судить чужого раба, мы пытаемся судить тех людей, которые на самом деле нам-то ничем не обязаны. Они вообще никаких отношений с нами особо не имеют, но мы подводим к тому, что мы пытаемся их поработить под свои правила, под свои установки. Вы знаете, как важно нам научиться не судить. Библия говорит, не судите, да не судимы будете. Когда ты постишься, пусть твой пост будет пред Богом. Вы знаете, основное предназначение поста — это смиряться. Это смиряться пред Богом. Аминь. Это смиряться. Что смирять? Друзья мои, прежде всего, свою плоть. Что смирять? Прежде всего, свои эмоции. Что смирять? Прежде всего, свое суждение от других. Вы знаете, я заметил, что во время поста твоя чувствительность возрастает. В какой-то мере ты, знаешь, начинаешь по-другому видеть, ты начинаешь замечать. Особенно хорошо ты начинаешь замечать изъяны других. Ты становишься таким, знаете, духовно раздражительным. Кто-то что-то с тобой сделал, недуховно рядом тебя прямо так в вагонь кидает. Ты кипишь прямо, ты думаешь, ох, сейчас я ему врежу Словом Божьим. Не знаю, переживали вы что-то такое или нет. Знаете, я это ощущал на себе. Это такой духовно раздражительный. А Библия говорит, отпусти угнетенных на свободу. Перестань угнетать, перестань порабощать своими правилами, своими желаниями, своими ожиданиями. Займись собой, займись смирением своей плоти. Займись тем, чтобы тебе научиться принимать ближнего таким, какой он есть. Вы знаете, это замечательная притча о добром самарянине, которая нам очень хорошо известна. Вы помните, о чем сказал Христос? Христос сказал, прежде рассказав эту притчу, он сказал, что как важно правильно относиться к своему ближнему. И тогда ему задали, а кто мой ближний? Слушающие его задали, кто мой ближний? Он привел эту притчу. Он рассказал эту притчу об иудее и о самарянине. Вы знаете, из истории, а эта история длится очень долго, если вы внимательно изучите, почитаете, она длится не одну сотню лет, эти отношения между иудеями и самарянами. Некогда один народ, некогда одно царство, оно было разделено. Было порабощение, было угнетение, одних уводили в плен, другие возвращались. И знаете, на эту землю Самарий, этого разделившегося, это отделившейся части. Вы знаете, говорят, что исторически на территории Самарии изначально проживали сыны Иосифа. Сыны Иосифа. То есть это колено израильские. Но в связи с разными эпизодами в жизни народа израильского, вы помните, когда они отходили от Бога, приходило порабощение, их уводили в плен, их приводили обратно, приводили другие народы, заселялись другие народы. Произошла эта ассимуляция. Знаете, смешение и служение на самарийской земле, оно смешалось с поклонением другим богам. И с другой стороны, самаряне, они и где-то искали Бога. Но иудеи, они уже относились к самарянам по-другому, они уже считали их, знаете, нечистыми. Между ними даже раз прибыли, вы знаете, когда были проблемы у иудеев с порабощающими их народами, самаряне даже иногда приходили на помощь не иудеям, а тем народам, чтобы разобраться с иудеями, и наоборот. Представляете, это уже была такая ненависть в крови, передаваемая через поколение. Но интересно, что самарянин, увидя иудея, лежавшего на обочине, избитого, израненного, вы знаете, он проявил ему милость, он оказал ему милость. Отношения. Друзья мои, пост, который Бог ожидает от нас, чтобы нам быть восстановителями отношений, чтобы нам примиряться с теми, с кем, может быть, мы нарушили наши правильные отношения. Может быть, там, где есть какие-то уже решения, я больше никогда с ним не буду общаться, я больше никогда первый ему не позвоню, я всегда ему звонил первый, я всегда с ним первый разговаривал, здоровался, он не здоровался, я не буду этого делать. Может быть, именно к этому Господь тебя призывает, измени, восстанови. Это время поста и молитвы, когда мы можем стать восстановителями отношений. Знаете, лично я для себя положил несколько очень важных моментов, я понимаю, что это важно. Я начал больше обращать внимание и стал больше, знаете, кому-то звонить, кому-то напоминать, с кем-то больше встречаться, общаться, я понимаю, насколько это важно. Это нужно делать всегда, но, может быть, во время поста еще больше делать, еще больше обратить внимание. Вы знаете, так было здорово, когда после молитвы, мы вдохновляя людей, я сказал, кому-то позвоните, напомните. И на следующую молитву уже пришла сестра, говорит, за мной зашла сестра, она позвонила мне, она сказала, пойдем в Дом Божий, а я ведь не хотела, мне уже было так удобно оставаться дома. Но она пришла, и она была рада. Вы знаете, друзья, может быть, сегодня это то время, когда нам действительно нужно вспомнить о ком-то, кого мы давно не видели, с кем давно не общались, не звонили, позвонить, навестить, сказать, что с тобой, брат, сестра, как ты поживаешь? А давай вместе пойдем на молитву. Вы знаете, я верю, что это время поста, это прежде всего время, когда мы можем вместе собираться, смиряться. Друзья мои, я хочу сказать вам, прийти в Дом Божий, нужно смириться. А прийти в Дом Божий каждый вечер, среди неделей, нужно особенное смирение. Но это то смирение, которое Бог ожидает от нас. Ведь что на самом деле у нас в противовес? Я уставший, я с работы, может быть, у меня был трудный день, у меня были непростые отношения. Я хочу побыть дома, я хочу побыть один. Вы знаете, даже иногда во время поста нам хочется вообще закрыться от всех. Это так неудобно. Знаете, поститься дома, я хочу сказать вам, те, кто постятся дома, на своих работах остаются, я хочу сказать вам, вы герои на самом деле. Это сложно очень. Сложно поститься, когда дети, они нуждаются в еде. Они не такие духовные, мы не можем их заставить поститься три недели, но тебе нужно готовить для них, тебе нужно, знаешь, позаботиться, зайти в магазин, что-то купить. Эти постоянные соблазны. Так тяжело, так трудно. Но вы поститесь, вы молитесь, вы смиряете свою плоть, вы отказываетесь от еды, вы идете на молитву, когда, кажется, сил-то нету, так тяжело. Но я хочу сказать вам, друзья мои, это именно то, что Бог ожидает от нас. Это именно то, что помогает нам работать над собой, восстанавливать отношения, даже тогда, когда мы постимся, слабеем, нам трудно, тяжело, вокруг много соблазнов, но мы работаем над собой, мы напрягаем себя, мы смиряем себя, и мы говорим, Господь, я все равно буду молиться, я все равно буду уповать на Тебя, я буду идти в Дом Божий, я буду кому-то звонить, кому-то напоминать, я буду восстановителем отношений. Аминь. Вы знаете, для чего мы постимся и молимся? Я верю, чтобы получить откровение от Бога, чтобы получить откровение от Бога. И я хочу сказать вам, друзья мои, откровение от Бога порой бывает очень простое и даже иногда неудобное для нас, потому что оно напоминает нам о том, где мы неправы, напоминает о том, где мы поступили несправедливо, нечестно, где мы, может быть, какие-то манипуляции производим, где мы, может быть, увлеклись какой-то гонкой, доказывая кому-то что-то. Вы знаете, даже в посте, друзья мои, бывают вот эти соревнования, когда мы пытаемся кому-то что-то доказать. О, я вот так, а я вот так. И мы восхищаемся, мы смотрим, о, какой-то духовный. Вы знаете, я не хочу никого осуждать ни в чем, но пост, это прежде всего время, когда мы смиряемся пред Ним, когда мы не отдаляемся от людей, а мы приближаемся к людям, потому что Бог говорит, ты будешь восстановителем развалин, ты будешь возобновителем путей для населения. Через твою жизнь будет указан путь для Господа. Вы знаете, в конце я хотел бы привести одну историю, я слышал, также общался с одной сестрой, и она говорит, она общалась долгое время с одной неверующей девушкой, просто по работе, просто по делам. И однажды, когда это, однажды они с этой девушкой встретились в церкви, и вы знаете, эта девушка, которая в церкви, пришла первый раз в церковь, покаялась, примирилась с Богом, вы знаете, она задала вопрос этой девушке, которая давно в церкви, она говорит, мы так с тобой давно знакомы, но ты ни разу меня не позвала в церковь. Мы так с тобой давно знакомы, но ты меня ни разу не позвала в церковь. Вы знаете, может быть, в нашей жизни есть такие люди, может быть, мы думаем, что как-нибудь потом, спустя, сама поймет, сама придет. Вы знаете, здорово, когда люди приходят сами, находят Бога, ищут Его, но если мы с вами не указываем путь, то для чего мы постимся, то для чего мы молимся? Неужели это просто очередная диета? Неужели это просто очередной способ похудеть? Очередной способ какую-то планку своего внутреннего удовлетворения поднять? Нет. Бог говорит, что вот пост, который я избрал, вот пост, который я ожидаю от вас. Восстанавливать, нести мир и указывать путь. Аминь. Давайте мы поднимемся. Меня всегда восхищала история, записанная в книге пророка Ионы. Знаете, Бог хотел уничтожить один народ, безбожный, агрессивный, уничтожающий другие народы. Но когда пришел пророк и обличил, и сказал об этом судном дне, этот неверующий народ, этот безбожный народ, они начали поститься и молиться, они начали смиряться пред Богом. И знаете, Библия говорит, почему Бог помил этот народ? Он увидел, что они изменили свои злые дела. Он увидел, что они изменились, они перестали делать свои злые дела. Они прислушались к тому, на что Бог им указал. Вы знаете, я хотел бы, чтобы этот пост, эта молитва, прежде всего, для нас, для каждого из нас было временем, когда мы будем что-то изменять. Прежде всего, в отношениях, с ближними, с теми, кто рядом, с нашими соседями, с коллегами по работе и даже с нашими врагами. Господь, мы благодарим Тебя за это особенное время, когда мы можем молиться, искать Твоего лица. Мы смиряемся перед Тобой. Мы молимся о том, чтобы это время поста, когда Твой народ собирается вместе, оно было особенным для нас, Господь. Помоги нам, Боже, быть теми людьми, которые будут восстановителями развалин, восстановителями отношений. Помоги нам быть теми, кто будет нести мир, Господь. Кто будет указывать пути Господни для тех людей, кто еще не знает их. Мы молимся, Боже, помоги, Боже. Пусть Дух Святой указывает нам на то, где мы были нечестны, несправедливы, где мы пытались манипулировать, где, может быть, мы были неправы в Твоих глазах. Мы просим Тебя об этом, Господь. Прежде всего, говори к нам, к нашим сердцам. Помоги нам, как церкви, Господь, продвигаться вперед, освящаться, очищаться, Господь. Помоги нам, как церкви, быть людьми Божьими, Господи. Не ради своего самоудовлетворения, но ради тех целей, которые Ты ставишь для нас, проповедовать Евангелие до края земли. Я молюсь об этом, Господь. Я благодарю за каждого, кто участвует в молитвах, в постах. Благодарю за каждого, кто посвящает свое время для того, чтобы быть с церковью единодушно вместе. Господи, Ты, Божий, Бог всемогущий, всевидящий. И когда Твой народ смиряется пред Тобой, Ты благословляешь его. И мы хотим быть благословенными, как церковь, как народ Божий. Мы хотим, Боже, нести Твой свет в этот мир. И поэтому просим, помоги нам, Господь. В это время поставим молитвы предстоять пред Тобой с правильным сердцем, с правильными мотивами и угождать Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. Я хотел бы обратиться к тем людям, которые, возможно, впервые сегодня на этом месте. Если вы никогда не молились молитвой покаяния, вы хотите примириться с Богом, принять в свое сердце Иисуса Христа. Пожалуйста, дайте знать, помашите своей рукой. Если вы здесь, в этом зале, если кто-то есть, кто хотел бы примириться с Богом, принять в свое сердце Иисуса, позволить Ему стать вашим Господом Спасителем. Все спасены, или кто-то есть, есть драгоценная душа. Все спасены. Если вы онлайн с нами, а может быть, вы не подняли руку в этом зале, давайте мы помолимся этой молитвой покаяния. Повторите эту молитву вместе со мной, если вы слышите мои слова и вам очень важны эти слова, вы понимаете, что вам нужен Бог. Давайте мы помолимся вместе прямо сейчас. Повторите эту молитву покаяния вместе со мной. Дорогой Господь, помоги мне стать Твоим детем. Очисти мое сердце от всякого греха. Прямо сейчас войди в мою жизнь. Стань моим Господом и Спасителем. Прости меня. Я хочу быть вместе с Тобой. И прошу, помоги мне. Слава Тебе, Господь. Во веки веков. Аминь. Если вы помолились такой молитвой, хочу сказать вам, что Господь Иисус стал вашим Господом и Спасителем. Ваше имя записано в книге «Жизнь на небесах». И я прошу вас, сообщите нам. Если вы здесь в зале, подойдите, мы просто благословим вас, расскажем о церкви. Если вы молились онлайн, сообщите на горячую линию. И также мы поможем вам иметь общение с верующими людьми. Слава Богу. Друзья, вы знаете, сегодня особенный день поста и молитвы. И у нас есть нужда. Нам нужно помолиться с вами всем вместе за гонимую церковь. Вы знаете, так много сегодня верующих людей по всему миру. Они страдают за веру, за веру в Иисуса Христа. Поэтому давайте мы помолимся за гонимую церковь, за наших братьев, сестер по всему лицу земли. Давайте помолимся вместе. Господь, мы молимся сегодня единодушно вместе. За гонимую церковь. Мы ходатайствуем за наших братьев и сестер. Мы молимся, чтобы ты благословил, Господь, наших братьев и сестер по всему лицу земли, которые претерпевают гонения. Боже, мы просим, дай им силы вытерпеть, выстоять до конца, остаться верными тебе. Помоги, Господи, все преодолевшее устоять. Я молюсь, пошли из своих ангелов на защиту. Боже, благослови, Господь. Мы молимся, чтобы враг не мог завладеть их душами. Боже, мы молимся, Господь, чтобы Твоя слава пребывала в жизни гонимой церкви, чтобы Твое благословение было во имя Иисуса. Мы молимся за эти страны. Мы молимся за гонителей наших, чтобы Ты, Господи, остановил их, чтобы Ты, Господи, обратил их в веру. Благослови, Боже, пошли в Твой мир. Защити, Господь, невинно убиенных, защити, невинно угнетаемый, Господь. Защити и помилуй, Господь. Мы молимся, мы ходатайствуем. Боже, благослови, Господь, чтобы гонение, несправедливость, она прекратилась по отношению к Твоим детям, по отношению к Твоей церкви. Боже, вступи за Свой народ, вступись, Господь, за Своих детей. Боже, благослови, Господь, во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Боже. Господи, Боже, помоги, Господь, каждой драгоценной душе. Помоги, Господи, Боже, остаться верными Тебе. Слава Тебе и хвала, Господь. Мы благословляем по всему лицу земли Церковь Божью. Благословляем народ Божий, благословляем детей Божьих и молимся, Господь, храни каждого для вечности, храни каждого. Господи, и Ты сказал, что особая награда на небесах ждет тех, кто будет притесняем и гоним за имя Твое. И мы молимся, Господь, помоги, благослови, сохрани, Господь, наших братьев и сестер, во имя Иисуса. Слава Тебе, наш Бог, во веки веков. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу, дорогие, за это особенное время да благословит вас Господь. Пожалуйста, присядьте, у нас есть важное объявление. Слава Богу, присаживайтесь, дорогие. И у нас сегодня замечательный день. Вчера у пастора Сергея Рафаиловича Журавлева был день рождения, юбилей, 50 лет. И давайте мы благословим человека Божьего. И, братья, пройдите сейчас корзинками, и пусть это будет дар любви для пастора Сергея. Мы благословляем его во имя Иисуса Христа. И объявление. Обратите внимание, что сегодня молодежное служение состоится в 19.00 совместно с молитвой «Загонимую церковь во всем мире». Поэтому в 17.00 молодежное служение присоединяйтесь. И также будет молитва «Загонимую церковь». Если у вас есть желание принять водное крещение, то позвоните нам по телефону горячей линии, чтобы получить подробную информацию. Все, кто хочет креститься, приходите. 30 января суббота состоится молитвенный завтрак для мужчин. Вся подробная информация в фойе за столиком информации и также по телефону горячей линии нужно зарегистрироваться. Продолжаем поститься и молиться 21 день. И каждый вечер молитва в 19.00 в прямом эфире вместе с семьей в здании церкви. В районах кислотной дачи из Акамск с понедельника по пятницу в 19.00 проходит молитва с соблюдением рекомендации Роспотребнадзора. Давайте мы поднимемся сейчас и благословим. И после молитвы еще будет ролик, отчетный ролик о молодежной онлайн-конференции. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. Будьте благословенны и внести